Жанр гоночных игр сам по себе довольно широк, и включает в себя как самые простые аркады, в которых от игрока требуется минимум навыков, так и сложнейшие автосимуляторы, досконально моделирующие огромное количество реальных процессов, чтобы максимально точно передать игроку то, что происходит на настоящих трассах, без необходимости выезжать на них. Так или иначе, все эти игры объединяет то, что игроку в них требуется управлять неким транспортным средством и заставлять его куда-то ехать. Всех приветствую, с вами Кагикио, и сегодня я попробую рассказать о некоторых тонкостях гоночных игр и управления в них. Данное видео можно в некотором роде считать продолжением моего ролика о шутерах, но если тогда мы пытались понять, как поднять точность и скорость прицеливания с геймпада, чтобы стрелять хотя бы не сильно хуже, чем склава мыши, то здесь все будет с точностью до наоборот. Сразу стоит вспомнить о наиболее нативном и реалистичном способе управления для гоночных игр. Я даже знаю некоторых людей, которые считают, что в любые гонки надо играть только на рулях, от первого лица и в кокпите, а остальное от лукавого. С данной точки зрения я согласиться не могу. Как и говорил в самом начале, жанр гонок включает в себя автосимуляторы, задача которых действительно передать реальный опыт вождения. В таких играх наличие хорошего руля, скажем так, настоятельно рекомендуется и для большей реалистичности, и для эффективности. Этому способствуют и большие углы выворота, и полноценная обратная связь и так далее. Тема на самом деле очень сложная, и пусть вам про нее лучше объясняют всякие бородатые симрейсеры, а не казуалище вроде меня. Касаемо более аркадных гонок дела обстоят иначе. Их первостепенная задача не обеспечение какого-то там реализма, а создание интересного игрового опыта. Более или менее серьезная симуляция в них может присутствовать, но лишь является средством для достижения цели. Игра на руле в них все еще добавляет реалистичности, но временами может даже создать дополнительные трудности. Так, например, в моем любимом Breakfast, который достаточно подробно симулирует поведение авто, во многих режимах игры важнее не качество езды, а контроль над происходящим на трассе, для чего куда эффективнее использовать камеру от третьего лица, чем от первого. Ну а в каком-нибудь Need for Speed последних образцов так и вовсе больше важна скорость руления, чем его точность. Поэтому играть в такие игры на руле дело, конечно, интересное, но он в аркадных гонках не является необходимым устройством ввода, а временами еще и избыточен, но и удовольствие это весьма дорогое и узконаправленное. Также в начале видео я говорил, что общими чертами всех гоночных игр является то, что в них мы управляем каким-либо автотранспортом, который куда-то едет. И насколько бы нереалистичной и аркадной не была сама игра, нам нужно как-то уметь поворачивать этот транспорт на произвольный угол, а также точно управлять его ускорением и замедлением. И даже уже достаточно старые геймпады из 2000-х годов вполне себе располагают необходимыми для этого элементами управления. Всего-то и нужно по одной аналоговой оси на газ и тормоз, а также еще одна ось на руль. Ну и все это, само собой, должно иметь возвратные механизмы. Вообще не проблема. Рулем стиком, а газ и тормоз назначаем на аналоговые курки. Это самая логичная и распространенная схема управления в современных гонках. Более того, геймпад без проблем справляется с управлением чего-то более сложного, чему нужно больше осей, самолета там или подводной лодки. Зря я сказал. Зря я это сказал. Хотя аналоговый стик сам по себе не особо велик, и точность ввода с него ограничена. Но при необходимости его можно нарастить, либо вообще задействовать в игре гироскоп, что даст нужную точность. Тут хочется немного окунуться в прошлое. Когда-то давно у меня не было ПК, а единственной моей игровой платформой был новодельный клон Sega Mega Drive. В один прекрасный момент мой отец принес мне старенький ноут, на котором были установлены Need for Speed Porsche Unleashed и Hot Pursuit 2. И игра в них вызывала у меня некоторые трудности. Мало того, что Hot Pursuit на этом ноуте дико тормозил, так еще и во всех этих играх я частенько ловил расколбас при рулении. То есть я хочу слегка повернуть машину вправо, нажимаю соответствующую стрелку, машина поворачивает слишком сильно, я пытаюсь ее выровнять, нажимаю стрелку влево, она поворачивает еще сильнее, и так снова и снова. В конечном итоге я либо отлавливал машину, либо улетал в занос, либо встречал на пути какой-нибудь забор. Потом на более мощном ПК я стал играть во FlatOut, и подобные вещи там происходили еще чаще. Но там мне больше нравилось кидать водителя из машины во всякие препятствия. Ну а в старых Need for Speed я как-то привык ездить, изрезаясь в стены, соперников, трафик и во все остальное. В общем-то все это довольно логично следовало из главного ограничения клавиатуры, отсутствия аналоговых элементов. Все, что мы можем сделать, это либо нажать на клавишу, либо не нажимать ее. Руль либо до упора в сторону, либо по центру. Газ и тормоз тоже либо в пол, либо вообще не нажимаем. Полностью цифровое управление. Оно, конечно, максимально быстрое, но ни разу не точное. Можно увеличить точность ускорения, заодно прибавив реалистичности, просто перейдя на механическую коробку передач. Тогда можно будет точнее регулировать скорость езды, да и максимальные обороты в случае чего виртуальному двигателю особо не страшны. Но ручное переключение передач задача не самая простая, и не все хотят запариваться с этим в аркадных играх. Можно взглянуть на проблему с другой стороны. Цифровое управление в той же электронике, например, вообще не вызывает трудностей, так как есть широтная импульсная модуляция. Так и здесь, в случае чего можно быстро шимить кнопку газа, тормоза или руля, таким образом подруливая машиной. Это все еще сложнее, дольше и не так точно, как прямое задание величины нужного параметра, но уже хоть что-то. Разработчики со своей стороны также положительно влияют на этот процесс. При нажатии на соответствующую клавишу, педаль газа, тормоза или рулевое колесо в игре не перемещается в крайнее положение мгновенно, а двигается к нему с определенной скоростью. Таким образом, игрок вполне может работать в режиме порогового регулятора. Зажимаем нужную клавишу и ждем, пока параметр не достигнет нужного значения. Когда это произошло, отпускаем клавишу. Параметр начинает уменьшаться. Снова зажимаем клавишу. Процесс еще сильнее затягивается во времени, но становится куда точнее и комфортнее. Также без проблем можно подстроить под упрощенное управление и сам геймплей. Например, та же история с дрифтом. Можно сделать машины сильно менее отзывчивыми на простое руление, но дать возможность игроку ударить по тормозу и пустить машину в зрелищный дрифт. Правда, в реальности состояние управляемого заноса весьма легко потерять, но не забывайте, мы играем в игру, а не вводим машину. Поэтому можно вообще приклеить игрока к идеальной траектории, главное, чтобы он получал удовольствие от процесса. Еще один весьма необычный вариант – руление мышью. Как я уже говорил ранее, это очень простой и оттого мощный элемент управления. Пусть игрок контролирует камеру мышью, а машина движется относительно этой самой камеры. Так сделано, например, управление авто в Borderlands. Для гонок это не сильно подходит, но зато такая маневренность позволяет гораздо увереннее вести бой. Не стоит списывать со счетов и помощники в управлении. Обмазавшись всякими АБС, ПБС и прочими контролями устойчивости, можно заставить компьютер уберегать вас от ошибок. Но тут опять же получается, что игра играет сама в себя. Хотя есть же на определенных платформах, прости господи, гонки, в которых машина еще и рулит за игрока. И в такое даже с удовольствием играют. Но что-то и отвлекся. Ну и самое радикальное решение – аппаратное. Покупаем клавиатуру Razer Huntsman V2 Analog и получаем поддельные аналоговые оси на каждую клавишу, что нам и было нужно. Ну а что, компьютерные игры – не дешевое удовольствие. Так или иначе, не забываем о такой важной и субъективной вещи, как привычка. Я когда получил на день рождения PlayStation 2, некоторое время не мог привыкнуть к тому, что рулить машинками теперь нужно не на стрелочках, а на стике. Потом прошло время, я разжился геймпадом уже для ПК, и когда попробовал снова поиграть в старый добрый флотаут, был очень удивлен тому, что машины оказывается очень легко и адекватно управляются, хотя их при желании все так же можно потерять в заносе. Так и сейчас, думаю, кто-то, кто еще смотрит это видео, уже сидит и думает, мол, что этот дебил вообще такое несет, какие еще шимы и пороговые регуляторы. Всю жизнь на клавиатуре играл и всем советую. Тут, увы, единственный способ познать дзен – это перебороть привычку, попробовать результативно поиграть в какую-нибудь аркадную гонку на геймпаде, освоиться, полноценно воспользоваться аналоговыми элементами управления, а потом попытаться повторить эти результаты на клавиатуре. В итоге, думаю, я достаточно наглядно показал отличие работы клавиатуры и геймпада в гоночных играх. Если симуляция в игре чуть сложнее, чем в Need for Speed, обычной клавиатуры просто недостаточно для результативного игрового процесса. Но еще довольно интересны современные тенденции, когда ААА-проекты впитывают в себя элементы нескольких жанров. Взять, к примеру, ту же GTA, где и побегать по городу нужно, и пострелять в людей, и покататься на машине, и полетать на самолете. На чем не играй, какой-то из аспектов геймплея упрется в управление. Ну а уж как вы для себя решите эту проблему – дело исключительно ваше. Как всегда, если вам есть что сказать по поводу увиденного, или вы хотите обсудить, в чем я не прав, добро пожаловать в комментарии. И на этом данное видео я заканчиваю. Надеюсь, оно было полезно или интересно. Если так, то вы знаете, что делать. Ну а пока, всем пока, и до новых видео.